так ну что проедемся по городку спакен штат вашингтон северо-восток штата на границе с штатом айдахо такое вот интересное место немножко проедем по улочкам этого городка посмотрим что он из себя представляет честно говоря я здесь был пару раз всего и за эти пару раз я не особо успел город посмотреть и изучить потому что я в основном приезжаю здесь на доставку в магазин давайте посмотрим скажем так один из пяти крупнейших городов штата вашингтон спакен вот довольно таки интересный для меня потому что я здесь я уже говорил только мне вот какого старое здание школы интересная здесь какая-то церковь тоже довольно таки интересно так поехали вот такая вот она самом деле обычная американская губинка можете видеть как стена обстоят дела скажем так не крупных городах страны вот сейчас просто проедем по парочке точек я так как я сам долгое время казахстане был частью одной американской церкви церкви назарянина интересно здесь на самом деле в америке почти в каждом городе есть как минимум одна церковь назарянина достаточно большая церковь с большой миссией очень много миссионеров и только по сша но и по 162 странам мира разъехались когда есть возможность стараюсь приезжать просто посмотреть как выглядят эти церквушки обычно это небольшие церкви по местные такие своего рода комьюнити церкви и в америке меня удивило что здесь в большинстве своем в церкви назарянина все-таки более взрослое поколение находится более старшие люди вот как-то и сильно получается молодежь зацепить ведь есть исключения есть некоторые церкви которых много молодежи но к сожалению это больше исключения чем правило вот а нас я смотрю карта выходит на одну из центральных улиц в общем едем и смотрим как обстоят дела в городе Спакен надеюсь я правильно произношу потому что к сожалению за четыре с половиной года моей жизни в америке не удалось выучить английский язык и изначально конечно план был такой чтобы приехать в какой-нибудь англоязычный штат и устроиться на работу в американскую компанию но скажем так испугавшись определенных трудностей приняли решение ехать все-таки туда где есть наши люди и соответственно сразу здесь нашли русскоговорящую церковь нашли работу через эту русскоговорящую церковь и четыре года работа в основном с русскоговорящими компаниях в которых говорят по русски поэтому вот такая история и я думаю к сожалению большинство людей приезжает точно так же они не хотят стрессовать они не хотят дискомфорта поэтому они находят себе русскоязычное комьюнити они находят себе русскоязычную церковь и как-то вот таким образом они пытаются здесь ассимилировать и на самом деле это большая проблема потому что ты не только не можешь выучить английский язык от того что у тебя нет этой практики английского языка но также это большая проблема потому что ты не узнаешь американскую культуру тебе сложно когда ты сталкиваешься по работе где-то с американцами тебе потом на самом деле очень сложно понять их понять как это все работает вот поэтому если вы вдруг планируете ехать в америку мой вам совет если даже вы приедете туда где много русскоговорящих постарайтесь все таки больше общаться с американцами больше искать работу в американских компаниях во-первых это поможет быстрее выучить язык да это будет стресс конечно в первое время но в конечном итоге через какое-то время вам будет гораздо легче потому что уже у вас отпадет проблема языковая и отпадет проблема непонимания культурных различий мы когда приехали с Олей был такой момент мы месяц жили в американской семье в Техасе и на самом деле это очень очень сильно нам помогло в том плане что мы увидели как живут американцы мы увидели какие у них ценности мы видели как они между собой общаются как в семье у них происходят дела и на самом деле это было очень очень вдохновляюще потому что многие моменты которые мы увидели они очень сильно нас удивили было скажем так мы думали что такое только в кино бывает мы оказались внутри семьи которая так живет и на самом деле это было очень круто оказаться частью моей семьи просто побыть в этой атмосфере в течение месяца увидеть что такие же люди как и мы в чем-то даже более дружелюбные и то что с самого начала нас удивило это то как мало знакомые люди да то есть они нас приняли история такая что я познакомился с этим человеком его зовут Скотт на конференции в Москве музыкальной и мы буквально пару раз во время обеда сидели за столом и просто я со своим ломаным английским языком с ним пытался разговаривать мы обменялись контактами стали друзьями на фейсбук и получается так что когда мы неожиданно нам нужно было поехать в Даллас и остаться там на месяц я обратился к нему о том чтобы нам пару дней просто пока мы найдем какое-то жилье остановиться и дома и что удивило то что он поговорил с супругой они согласились они разрешили нам приехать на пару дней когда мы побыли у них пару дней эти люди просто подошли к нам и сказали ребята вы классные вы нам понравились и вы можете оставаться столько сколько вам нужно конечно мы покупали продукты там свои расходы взяли на себя но то что они предоставили нам жилье на такой срок и они показывали нам город вывозили нас куда-то это было очень удивительно и тогда Оля спросила почему вы даже толком не зная нас как вы вот так к нам относитесь и пошли нам на встречу помогаете нам доверяете нам на что Скотт ответил и это на самом деле нам очень сильно запомнилось он сказал здесь в америке есть такой принцип до тех пор пока любой человек которого мы встречаем мы ему доверяем полностью до тех пор пока этот человек и покажет себя с плохой стороны и мы всегда надеемся что человек не покажет себя с плохой стороны это принцип большинства американцев по которому они живут именно большинства таких настоящих американцев потому что на самом деле Америка она она двоякая скажем так есть настоящая Америка и она в основном и в больших городах для меня это настоящая Америка где живут те самые настоящие американцы вот поэтому американцы изначально они доверяют людям до тех пор пока не обманут и не подведут вот так я смотрю мы подъезжаем к церкви Назарянина одной из церквей Назарянина которая находится в городе Спакен и я сейчас остановлюсь сделаю пару фоточек для себя потому что мне нравится поэтому я сейчас на минутку-две буквально прервусь и потом продолжу свое видео следующая точка как ни удивительно это тоже церковь Назарянина и тоже в городе Спакен вот и я наверное сейчас немножко другую постараюсь выбрать дорогу хотя он меня хочет повезти обратно по этой же дороге но я думаю так интересно смотреть снова на одну и ту же дорогу поэтому сейчас поедем немножко иным маршрутом я думаю что навигатор перестроится под то как мы поедем потому что у него просто не будет выбора вот такие дела я благополучно проворотил свой поворот молодец еще можно на следующем повернуть да я так понимаю я снова еду по одной стоп центровых улиц сейчас мы выйдем вот он нас хочет немножко провести через спальный район так так такие здесь мобилхомы довольно таки уютненько хотя небольшие но чистенько в отличие от того района по которому мы ехали до этого ну да это такой спальный уголок это вообще интересное явление эти мобилхомы можно сказать типовые домики небольшие есть вот здесь я смотрю они двойные пошире есть такие одинарные которые два раза уже и конечно они и выглядят не так симпатично и не настолько комфортно конечно как более широкие версии домов интересно я с вами вместе впервые смотрю на город с по кем изнутри мне нравится видеть что-то новое даже если это не всегда выглядит красиво и как-то не знаю как-то правильное слово подобрать достаточно господи подскажи мне это слово презентабельно да в любом случае это такой город здесь живут люди многим нравится здесь жить что они в этом городе нашли судя по всему есть какая-то работа дороги конечно очень убитые такое ощущение что я еду по центру сиэтма там честно говоря все это точно так же убитые дороги и в этом плане конечно спакен очень сильно напоминает мне какой-нибудь казахстанский город который так же как из пакет находится в степи вокруг сопки и битые дороги но сегодня мне еще повезло сегодня я приехал и нет практически снега потому что когда я приехал в прошлый раз в пакет снег почистили только на основных дорогах выезжая на прилегающие небольшие улицы там был такой гололед ужасный что машина просто отказывалась двигаться поэтому я очень рад что сегодня гололеда нет и на самом деле да америка она тоже имеет кучу своих недостатков каких-то моментов в которых конечно нужно подтянуться но очень сильно зависит от бюджетов штатов от бюджетов округов от бюджетов как здесь называется каунти по сути округа вот что мне очень нравится то как американцы любят свой флаг и они его вывешивают гордятся своим символом то что меня сильно огорчает что здесь в нашем штате этого не так много как например когда ты едешь где-нибудь по центру Америки особенно по библейскому поясу такие штаты как Техас и Клахома Канзас там просто очень-очень много флагов на домах люди просто гордятся своими флагами гордятся своей страной гордятся историей ну и это здорово на самом деле видеть здоровый патриотизм здесь вот какое-то интересное здание Спакен Public Library это общественная библиотека и какой-то зеленый вот такой вот если мы повернем туда посмотрим на ведро похожее что-то не знаю что это и пока никаких надписей относительно этого не вижу может быть где-то какая-то надпись я издалека честно говоря когда первый раз увидел это я подумал что это какое-то здание цирка но вот сейчас я вижу что это больше похоже на водонаборную башню да скорее всего это водонаборная башня которую немножко стилизовали тут же парк небольшой так а это у нас школа новая школа судя по всему такая достаточно современная то симпатичная которую мы недавно построили и интересно что средняя школа Кловер Минус средняя школа Кловера здесь у нас опять мессия ветеранская церковь здесь очень много ветеранских церквей лежит в Америке в общем то на самом деле очень много вообще различных церквей различных и номинаций здесь сильно не трясет картинку потому что дорога на самом деле просто убитая и телефон так сильно еще церковь много церквей очень сильно трясется телефон и я надеюсь что стабилизация более менее компенсирует все это дело Америка реально церковь на каждом углу и вот там есть какой-то свой кайф что ли нужно снова это обозвать опускаем и поехали и еще какое-то здание нам очень похоже так это у нас вот комьюнити церковь междинаминационная просто нравится мне тоже такого плана церкви которые не привязаны ни к какой конгрегации и которые не зависят от каких-то традиций и действительно больше ищут живого бога нежели каких-то традиций потому что традиции это неплохо но к сожалению часто традиции превращают веру в религию вот sorry мы отвлеклись в эту тему смотрим что тут еще интересного честно говоря такой райончик так себе да в таком не очень хотел жить смотреть что еще есть да понимаем что вероятно в какой-то момент город может быть здесь какое-то производство открылось там или еще что-то а здесь было ничего люди застраивали этот город заселяли как это часто здесь бывает потом бывает так что основное городообразующее предприятие закрывается и город потихоньку повидает дома там районы просто превращаются в помойку но на самом деле самая большая проблема штата Вашингтон это опять же лично мое мнение это демократы которые просто превратили такие штаты как Вашингтон Калифорния Орегон в помойку из-за того что они очень сильно поддерживают всех вот этих товарищей бездельников бездомных причем здесь в Америке на самом деле бездомные в 90% случаев это люди которые просто кайфуют от такого образа жизни это не то что там кто-то оказался в сложной ситуации на самом деле те кто оказались в сложной ситуации здесь очень-очень много возможностей в Америке выбраться из этой ситуации ты просто ну самый простой способ который я знаю ты просто находишь любую нормальную церковь приходишь говоришь я в сложной ситуации вот такая у меня случилась в жизни история тебе как минимум помогут на первое время ну я не знаю как в американских это церковь происходит ну покормят это естественно там одежду как будто тебе дадут какой-то старенький даунтаун интерес вот но например в русскоязычных церквях особенно если ты славянин ну или азиат неважно в общем если ты из бывших советских республик и ты пришел в такую церковь то вероятнее всего в большинстве случаев найдется какой-то человек который предложит тебе работу даже если у тебя нет документов в первое время ты просто можешь поработать у него без документов чтобы встать на ноги восстановить свои документы там и прочее поэтому тот кто кто не хочет быть за бортом этой жизни тот кому не нравится просто жить непонятно тот кто не хочет в общем кто не хочет бомжевать грубо говоря тот найдет возможность вырваться из этого потому что Америка страна возможностей и поэтому в 90 процентах случаев бездомные это просто ленивые люди или наркоманы которые получат пособия и тут собирают еще с людей деньги для того чтобы купить себе наркотики они приходят там в какие-то места где их бесплатно покормят приходят в какие-то места где им дадут надежду и по сути у них расходов никаких нет потому что они все свои деньги просто спускают либо на алкоголь либо на наркотики вот если честно у нас такая сумбурная сумбурная беседа сумбурные размышления о жизни в Америке кстати опять было плохо плохо раз опять чистенький райончик и я не знаю это зависит от того какие люди живут или от чего это зависит я знаю что здесь в Америке во многих городах есть такое правило что если район хороший то жильцы когда кто-то хочет купить дом они узнают что это за люди и они могут еще и как бы не разрешить человеку купить в их районе дом если человек как бы там не соответствует какие-то критерии другой момент что есть такие ситуации когда если ты покупаешь дом в определенном районе то твой дом должен соответствовать если это какой-то хороший элитный район в котором все чистота порядок и ты не будешь ухаживать из своих домов то тебя просто могут с этого района попросить ну это опять же это мои размышления такого дилетанта с четырехлетним опытом в жизни который пока в принципе живет в апартментах только мечтает о том что купить свой дом вот что мы видим интересно на самом деле город это одна большая деревня получается есть небольшой downtown который мы в принципе пока еще не видели и я честно говоря не уверен что мы через него поедем нужно будет посмотреть как нас появится обновиться вот и да и большинство американских городов они увидят так если это не какой-то крупный мегаполис наподобие того же Нью-Йорка или Чикаго то в большинстве случаев американских городах это такие у нас там называется частный сектор частный сектор частный сектор потом небольшой downtown центр города в котором есть несколько высотных зданий ну опять же высотных по местам и пять этажей для такого городка в целом выглядит средний статистический американский городок интересно тоже заборы на самом деле это такая не очень обычная история для америки но если честно у нас здесь в штате в вашингтон и в местных городах я очень часто вижу заборы причем если в большей части америки заборы ставят в основном те люди у кого есть собаки и они просто ставят забор чтобы собака бегала по дворику как бы и не бегала то здесь как бы и подобных местах в таких городках и там где не очень обстоят дела с криминалом то заборы вот видите у людей просто для того чтобы отгородиться и посторонние не сходили так судя по всему подъезжаем к очередной церкви Назарянина я сейчас сделаю очередную остановочку быстренько сделаю несколько фотографий для себя и после этого мы поедем дальше и скорее всего мы уже поедем в сторону Сиэтла я думаю что я еще поснимаю немножко до окончания города мы еще посмотрим на улицы этого города и после этого уже как бы когда мы поедем по трассе в сторону Сиэтла я не уверен что я буду продолжать съемку ну посмотрим как оно пойдет так давайте сделаем небольшую паузу и я быстренько сделаю несколько фотографий такое вот здание церкви Назарянина и приятный и удивительный момент здесь судя по всему у них здесь есть благотворительное общество при церкви Назарянина и вы видите здесь даже есть надписи на русском языке и очень может быть что здесь помогает мой друг Ли который живет в этом городе классно очень необычно и очень приятно видеть такие моменты так и центральный вход такой достаточно необычно если честно вот я думаю это более старого образца здания более старая церковь Христлайн Черчилл Денейзерин да интересно ну что ж вот в таком райончике находится вот такая церковь Назарянина как ни крути больше десяти лет быть частью этой церкви служить там и ну мне нравится то что мне нравится какая-то церковь и просто прикольно то что она есть во многих местах а сейчас мы поедем уже в сторону Сиэтла и судя по карте мы как раз проедем через центральную часть города где когда по трассе едешь видно что там есть какие-то тоже интересные исторические здания такие то я надеюсь что мы сейчас сможем их увидеть во всей красе я вот не знаю может есть смысл попробовать более широкий угол снимать но я боюсь что тогда будет сильная тряска потому что по моему на той линзе стабилизация не работает да и надо выключать запись нет будем снимать как есть и будем экспериментировать как-то не сильно хочется так что у нас мы едем дальше по центру смотрим что еще интересного мы сможем увидеть в этом городе есть такой блогер по моему если я чтобы не переврать сам себе сказал Денис вот он тоже ездит в Америке и показывает настоящие города настоящую Америку не ту которую мы видим в кино да релизанную а именно вот такую как сейчас мы с вами видим обычную естественную и умытую скажем так вот ну единственное конечно он очень интересно рассказывает он очень подготовлен в каждом городе у него есть какая-то информация я увы пока еще так не могу но это вообще мой первый такой опыт когда я еду говорение на камеру надо быть немножко казахским акыном чтобы уметь как бы еду на лошади и все что вижу о том и пою вот вот но я увы не акын но думаю что что то интересное вы для себя сегодня да услышали так пока нам показывает что надо поворачивать окей ну тогда я так понимаю что мы сейчас не совсем по центру едем ну карта да сейчас будет налево в сторону центра все таки на руку хорошо такая зима январь январь в Америке да январь в штате Вашингтон больше похожий на осень ну минимум снега местами мы видели там кое-где лежал и высохшая трава как я уже говорил за перевалом после в Сиэтла когда переезжаешь перевал по девяностке или по двойке неважно как только проезжаешь горы начинается вот такой вот уже не вечно зеленый штат Вашингтон да местами как бы есть наша любимая хвоя даже какие-то кусты травка кое-у кого еще зеленая но почему-то в большинстве случаев здесь как-то все-таки более все пышное выгоревшее или просто вот эти листья высохшие и это на самом деле необычно потому что привыкаешь к тому что селень практически везде но это как я уже говорил ранее это все-таки больше по побережью от штата Орикон город Ванкувер у нас находится как раз через реку Коламбия от Портланд из Коламбия Ванкувер и до канадской границы по побережью очень зелено как бы все очень зелено прекрасный национальный парк Олимпик находится такой чрезвычайно зеленый в котором находится Рейнфорест с такими сказочными деревьями покрытыми очень рекомендую особенно по побережью океана проехаться там есть сказочные места такие как Кейпалава забыл название все если честно Руби бич тоже очень красивое место особенно на закате в общем то из-за прекрасных рубиновых закатов этот пляж назвали Руби бич так ждем зеленый свет очень много заброшенных домов вижу по дороге вот сейчас снова с правой стороны видите такой дом с замазанными окнами стеклами все-таки люди видимо не могут продать недвижимость хотя бывает так что что-то у людей происходит кто-то куда-то уезжает оставляет на время жилье а потом что-то происходит у нас Федерал Вэй была буквально не так давно история что тоже люди переехали в другое место не смогли продать дом сразу таким образом пока дом стоял закрытый бездомные просто взломали этот дом стали там хозяйничать и в конечном итоге это закончилось все тем что просто дом спалили видимо слишком хорошо что-то там эти бездомные отмечали и люди остались без дома те кто оставил это жилье здесь не смог продать в конечном итоге возможно жилье было застраховано кстати здесь такая обычная практика здесь рекомендуют страховать жилье и даже многие апартменты когда вы заселяетесь они просто вас обязывают страховать ваш апартмент на случай пожара или еще чего-то ограбление потому что здесь полиция не занимается такими делами они приезжают да они делают пометочку что что-то произошло произошло ограбление но они сразу говорят что никто ничего искать не будет потому что это бессмысленно и спрашивают если у вас страховка если страховка есть здорово молодцы что сделали страховку вот вам документы что да действительно вас ограбили идите в страховую компанию вам все компенсируют если вы не сделали страховку то говорят ну ребятки это был глупый поступок очень жаль но вы в пролете надо было страховаться и вы на самом деле в пролете потому что надо было страховаться а вы этого не сделали и никто ничего компенсировать не будет какая вот жестокая действительность американской жизни на самом деле так здесь на углу видим какой-то армейский магазин где вероятно можно купить не только форму но и оружие с сеточкой с сеточкой решеточками хотя при желании эти сеточки и решеточки могут спокойно скрыть местные снова мы выехали на одну из местных центральных улиц вот чай раз кстати я вот не обратил внимание есть ли здесь казино у нас в штате очень много индейских резерваций по закону США индейцы на своей земле имеют право открывать казино а это не облагается налогами так как американцы считают себя виноватыми перед индейцами за годы уничтожения за то что их загнали в резервации поэтому сейчас очень много конечно для индейцев всяких поблажек в Америке но это так скажем палка о двух концах потому что на самом деле среди индейцев хорошо живут единицы остальные все то есть те кто понял систему они просто скупили у всех остальные земли как то взяли в общем все в свои руки и делают очень большие деньги а все остальные к сожалению большинство либо просто рабочие но так я не могу сказать потому что я мама сталкивался именно с Native American но по по тому контенту который здесь показывают по ТВ что конечно же не является каким-то таким показателем показать можно все что угодно но если верить этому контенту то очень многие коренные американцы как их здесь называют они сбиваются они с подросткового возраста попадают в тюрьмы потому что они воруют как бы опять же это то что я за это время увидел я как бы не утверждаю что во всей Америке так но вокруг нас здесь в штате Вашингтон это очень интересно даже какие-то крупные дома есть как я и говорил в центре города будет немножко высоток так называемых которые в общем-то высотки по определенным только конечно понятиям так что мы видим гостиница на холме стоит в ледоин где-то мне очень нравится когда в таких местах ставят гостиницы и с иконом дороге тебе не мешает этот шум и вид у тебя за счет этого классно из окна конечно здорово когда так делают Смотрите у меня камера постоянно наклоняется к или немножко тряски уходит сейчас мы прям через самый даунтаун проедем сейчас мы буквально будем через мост ехать через реку я честно говоря не знаю название этой реки по-моему она так называется тоже спукен-ривер да точно спукен-ривер и вероятнее всего в честь этой реки город назвали спукен достаточно широкая река так сильно тут не видно но там есть дамба и я надеюсь что я как-нибудь летом попаду сюда когда достаточно долго светло и я бы хотел конечно подняться на дроне и если здесь разрешено то хотел бы снять эту дамбу с воздуха показать как это красиво потому что я видел у кого-то из ребят были кадры отсюда нет на самом деле такое достаточно впечатляющее зрелище вот поэтому было бы интересно конечно на это посмотреть так где предлагает поехать здесь налево ну давайте ладно не будем экспериментировать поедем так навигатор нам предлагает дальше сориентируемся как нам ехать как нам ехать вот основной центр достаточно интересно мне нравится что здесь немало таких в эстриальном стиле домов видимо какой-то довольно таки старой постройки я скажу очень симпатичные здания очень современно очень современно я вам скажу очень классно так и сейчас он предлагает нам буквально через пару метров повернут направо отлично значит мы все-таки немножко проедем через центр то чего я хотел здорово и мы сейчас значит что-то еще увидим интересное да да вот здесь на светофоре мы сейчас уйдем направо когда нам загорится зеленый свет вот бездомные бездомные да везде бездомные он к сожалению закрывает свои машины ладно если вы обращаете внимание но конечно здесь бездомных я вижу не так много как например в такоми или в сиэтле потому что последний раз когда я ездил по центру такомы это вообще ужасное зрелище это просто такие палаточные городки и что самое конечно неприятное это то что эти люди они просто загаживают все вокруг они приходят на чистое место в какой-нибудь чистый парк и буквально через 2-3 недели этот парк превращается в большую помойку и сейчас власти наконец-то начали немножко их гонять расчищать это все но по большей степени к сожалению это не сильно помогает потому что они привыкли что их все можно они привыкли так жить по-свински и и и увы никто ничего с этим поделать не может вот такая вот интересная часть центральная здесь еще ни разу не ездил потому что обычно я проезжаю чуть больше прямо и выскакиваю на трассу но сейчас мы максимально до конца города проедем по таким улочкам уже там выйдем на какую-то интерстей дорогу кофейня дач бразерс которая в наших краях достаточно популярная и на самом деле как по мне это гораздо вкуснее чем старбакс более приятно атмосфера внутри но опять же это на мой вкус я предпочитаю дач бразерс если выбирать из кофе то старбакс это даже не первая пятерка и даже наверное не первая десятка кофе в которых стоит пить кофе интересно тоже какое-то слева здание интересное обычно такие здания резервных банков возможно что это да это что-то тоже такое резервное может какие-то сервера может еще что-то здесь у нас опять какие-то магазины ну вы видите в центре города днем не так уж много людей ходят и в основном ходят если честно бездомные обычные люди обычные люди они либо работают в это время либо на машинах от точки до точки подъезжают забегают сразу в те здания но они ехали интересно здесь да здесь уже более менее симпатично это довольно-таки немаленький доунтаун для скажем так по местным меркам и симпатичный есть смысл приехать сюда летом просто погулять по этим улочкам походить снимать что-то и мне нравится что очень много вот в этом плане конечно спакен он очень похож мне кажется на центр таком старый центр таком и тоже очень много таких старых зданий такой архитектуры в общем иногда небольшие города приятно удивляют при этом можно заехать вообще в какой-то очень маленький городок и видеть там что-то такое совершенно необычное поэтому если у вас есть возможность где-то проезжать не по трассе а сквозь небольшие города я бы рекомендовал иногда заезжать конечно когда это позволяет время но если такая возможность у вас есть то не пренебрегайте этой возможности потому что маленькие города могут подносить большие сюрпризы в самом хорошем смысле этого слова так что я тут видел еще какая-то классная церковь слева осталось жалко что в камеру она не попала а ну продолжаем двигаться через город здесь ремоделинг заправочной станции 76 происходит так продолжаем двигаться дальше здесь какой-то вот музей ресторан вот ресторанчик сделанный из вагона классно и поверху железнодорожная нас получается сверху идет железная дорога мы сейчас будем под мостом проезжать а снизу они поставили вагончик и сделали в нем ресторан очень интересно необычно я думаю достаточно уютно внутри вообще такие места они конечно очень очень классные стоят такие места я думаю посещать итак мы едем мы едем можно по этой полосе ехать отлично едем едем на легкие края до дома ехать четыре с половиной часа по трассе и это пять с половиной часов если ехать объездными дорогами но я думаю что мы сейчас доедем до завершения города с покин выскочим уже на трассу чтобы не сильно поздно вернуться домой потому как сейчас уже половина третьего даже чуть даже чуть-чуть больше чем половина третьего даже если четыре часа ехать то четыре с половиной то это где-то с шести семи часам только мы приедем лол классно вот по этому мосту я еще не ездил и я думаю что как раз таки где-то здесь собственный должен быть вид на этот водопад реку реку я вижу внизу а вот водопада нет в общем реально надо приехать сюда летом с дроном и может быть даже с ночевкой чтобы просто один день посвятить потому что походить по городу поизучать его посмотреть что-то как потом уже спокойно ехать домой так уже на выезд направляемся ощущается сразу что город заканчивается интересные конечно такие дома на модели похожи не очень хотел в таком доме жить если честно судя по всему с левой и с правой стороны сейчас мы не видим этого на холках просто тяжелые районы еще такие спальные а мы подъезжаем почему на решение города и мне показывает что через одну милю мы выйдем на двойку интерстейн трасса двойка и по ней уже поедем в сторону светла чуть чуть ниже я спущусь на 90 по 90 я зайду быстрее город сэкономлю около часа времени дороги что спасибо за то что побыли со мной это время если вам понравился этот формат то мы будем продолжать делать я прошу вас пожалуйста в комментариях напишите стоит ли продолжать такого плана видео делать задавайте свои вопросы на которые мы постараемся ответить в следующем видео и будет ли вам интересно подобные прямые включения когда мы интерактивно просто сможем интерактивно общаться вы сможете сразу задавать вопросы если сразу отвечать на эти вопросы вот если вам понравилось пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии это поможет в продвижении контента это поможет в продвижении канала каждый ваш комментарий очень важен каждая ваша оценка очень важна каждая ваша подписка очень важна для меня заранее спасибо делитесь этим видео со своими друзьями и до скорых встреч пока пока и пока